Продолжение следует... Слышно, но не видно. Да, вот. Все. Я сейчас настрою, чтобы меня было как-то так приличнее видно. Вот так нормально? Да, все хорошо. Мы подождем немножечко, да? Да. Там холодно. 10 градусов? Нет, нормально. Погода такая, пока комфортная. Ночью будет уже холоднее. На самом деле это не важно, какая погода. Главное, наше внутреннее состояние. Это точно. Вот так, наверное, да, лучше видно? Да, хорошо видно все, отлично. Нет, вот так вот хорошо. Я сделала план себе лекции, и мы все равно делаем запись, поэтому я начну потихонечку рассказывать суть нашей встречи. И на самом деле она важна не только для вас, наши слушатели, но и для нас тоже, потому что мы пытаемся вовлечь вас в такую структуру, как клуб Мишель Экзертье. И будем рады всем активным участникам. Мы сегодня на нашу конференцию пригласили самых лояльных членов нашего сообщества, чтобы познакомить вас с нашей программой. Если будет возможность нашу трансляцию передать другим людям, которые могут с ней ознакомиться, мы будем очень благодарны. Это будет вот такой нашей просьбой, чтобы вы распространили знания, распространили эту информацию. Это так называемая парампора, передача «Из уст в уста», ну 20 часов, 20.00. Мы, Марин, как вы думаете, начинаем? Как мы будем ждать участников? Да, конечно, я думаю, начинаем, постепенно подключаться будут. Постепенно, да, будут подключаться. Мы приветствуем всех на нашей площадке, и это уже не первая практика наших встреч, и она достаточно успешна. Но я хочу немножечко внести такой информационный задел в то, что происходит. И, к сожалению, речь, вот наша устная речь, она самый нехороший способ передачи информации. Ну, я приведу пример такой из жизни животных и насекомых. Например, прилетела пчела, помахала крылышками, повертела там пузиком, и все пчелы знают, куда нужно лететь за медом, где он, где он, где он собрался. Поэтому устная речь – это один из хороших, но сложных коммуникативных инструментов. И попробуйте заметить, что вот устная речь и письменная речь сильно отличаются. В устной речи мы больше друг друга себя обманываем, мы больше подстраиваемся, мы больше надеваем какие-то маски. Поэтому в процессе нашего общения в дальнейшем в течение месяца мы будем общаться не только устно, но и письменно. Потому что в письменной речи, когда мы ведем дневник, это не просто объективность, это еще более правдивый способ услышать себя и собственное я. У нас есть такая структура – это я, такая самость, наша самая идентификация, которая где-то в возрасте трех лет понимает, что вот есть я. И современный мир, он, конечно, обращается больше всего из этого понятия – я есть, я знаю, я вижу, я понимаю, я хочу, я умею и так далее и тому подобное. Вот эту структуру я, которую формирует наша психика, формирует наше сознание, а в слове сознание есть тоже такой корень знания, то есть мы вместе с знанием. И вот эту осознанность мы и хотим развивать, то есть у каждого есть свой собственный уровень осознанности. И вот это знание, аюрведы знания, истинные знания, которые не интерпретированы кем-то речью, а которые написаны в источниках, которые идут от мастеров, которые идут из практик. И вот наш будущий месяц, добрый вечер всем, будет посвящен именно выработке этой осознанности, этим знаниям, которые мы должны будем не просто воспринять на слух, мы очень много информации слышим на слух. А еще раз повторяю, что наша речь – это не такой правдивый инструмент, это при помощи устной речи мы очень часто избегаем каких-то углов, каких-то… Мы, по сути, немножечко врем, мы будем практиковать на практике то, что мы изучаем. Это самый важный аспект, мы будем соединять. И вот эти знания, они будут рождаться только в результате практики. Они не могут родиться только в результате познания его на слух. И пока вы не попрактикуете, вы не сможете что-то именно осознать. Второе, на что я хочу обратить внимание, вообще этапы наших программ, и почему мы сейчас растянули ее на целый месяц, и почему наш первый цикл панчикармы, который, в принципе, можно провести, домашнюю панчикарму, мы можем провести за 10 дней, и почему мы ее растягиваем на месяц. Итак, аюрведа – это такая наука древнейшая, которая описана в ведах, она больше обращается к телу пищи. У нас есть три основных тела, на уровне которых мы познаем наш мир. Это тело пищи, тело энергии или тело праны и тело ума, маноса, так называемые. Вот эти первые три тела, они формируют ядро нашего восприятия. Там варит что-то. Вокруг. Горит. На плите. Я же сказала, я подогреваю. Пожалуйста, выключите. Я прошу вас. Девочки, ну. Я прошу вас выключить микрофоны, пожалуйста, потому что все идет в запись. Ничего страшного. Хорошо, что вы предупредили. И вот при помощи аюрведа обращается к первому нашему телу, телу пищи. Зачем же оно это делает? Потому что если мы глубоко копнем в понятии пищи, и вот мы состоим вообще наше тело и наше сознание, в том числе и наш ум, вот все наши тонкие тела, они также имеют природу, источник, нашу пищу. И если пищевая субстанция попадает к нам в организм, она делится на три больших составляющих. Пища сначала, ну, более такой грубый компонент пищи утекает в подходы. Средний компонент пищи у нас превращается в нашу плоть, ну, как бы в наше физическое тело. А третий, самый тонкий компонент пищи превращается в наш ум. Вот в эту тонкую субстанцию, вот это тонкое наше сознание, наше мышление формируется также из пищи. И поэтому аюрведа является духовным целительством и целительством на уровне ума и сознания. Просто это целительство в одной из своих, ну, как бы глобально опирается на тело пищи и идет от тела пищи, от его загрязнения. И у нас есть такое понятие ама. Ама – это та субстанция, которая нами не усвоена, не переварилась, и мы не смогли ее усвоить. И вот ама есть на физическом уровне. Простой пример ама – это в ближайших листей наших сосудах. Но ама наша есть и в сознании. У нас есть эмоции, у нас есть какие-то вещи, которые мы не переварили на уровне физического тела. И обращаясь к физическому телу, к телу пищи через питание, мы формируем наш ум, наше восприятие. И наши влияем на органы чувств, на вкусы и так далее и тому подобное. То же самое вода, которая поступает в нашу… Вот мы разобрали пищу, она делится на три субстанции. Грубые экстременты, плоть, средняя часть пищи и вот такую тонкую субстанцию, которая влияет на ум. Вода же, которая поступает, грубая часть трансформируется в мочу, в отходы. Средняя часть, она трансформируется в жидкости. В качестве примера я привожу кровь, то есть это наша основная жизненная энергия. И тонкая субстанция, она влияет на тело праны, как раз вот на это энергетическое составляющее, которое составляет второй уровень нашего тела. Поэтому то, что мы едим и то, что пьем, влияет не только на наше физическое составляющее, какие мы сильные, смелые, а также влияет на наше сознание и восприятие действительности и на то, как мы функционируем и взаимодействуем с внешним миром. А наше взаимодействие с внешним миром, оно происходит тремя путями. Оно может быть сотвичное, благостное. То есть мы понимаем, что хорошо, что плохо. Мы делаем то, что благоприятно нам по периоду жизни, по сезону, по типу Конституции. Есть раджастичный тип действия. Это когда мы беспокоимся, излишне суетимся, озабочены достижением каких-то целей, каких-то конкретных результатов. Вот нам нужно прямо вот, чтобы сантиметры наши убавились, чтобы вес нас убавился. Мы каждый день встаем на весы. И есть томасичное восприятие действительности. Это когда преобладает инерция, застой, привязанность. И в связи с этим, изучая диету, мы изучаем не только калории, как у нас пища усваивается, трансформируется она или превращается в эту аму, а мы еще изучаем ее сатвичный компонент. То есть пища, которая попадает в нас, она может на нас действовать не только как энергетическая субстанция, а также повышать уровень нашей сатвы. То есть если мы, например, не употребляем продукты насилия, которые содержат гормоны, когда животное погибает, оно боится, плачет и выделяет определенные гормональные вещества, которые попадают в пищу, у нас повышается уровень осознанности. Так вот потихонечку, потихонечку через пищу мы движемся к этому понятию сатва или благость. Ну и аэровидическая терапия – это, еще раз повторяю, духовное целительство, которое призвано, ну сейчас вообще духовное целительство, вот современная психология рассматривает человека и психику на квантовом уровне. То есть уже прошли времена, когда мы воспринимали действительность линейно, вот я живу, вот движется моя жизнь, вот я маленький, вот я ребенок, вот я среднего возраста и дальше, дальше я старею и умираю. Нет, сейчас уже даже психологи перешли на квантовый уровень, и аэроведа – это квантовая медицина. Что такое квантовое? Квантовое поле, оно большое, оно сферичное, оно, во-первых, не подвержено влиянию времени. Что такое не подвержено влиянию времени? Ну вот, например, событие, которое произошло с вами в детстве, например, какое-то травмирующее событие, и вы помните его, вспоминаете, или кто-то вас обидел, или кто-то вас там, ну, незаслуженно оскорбил. И вот это линейное восприятие, то есть у нас есть время, и мы движемся, да, и мы возвращаемся и возвращаемся в прошлое, в прошлое, в прошлое, и это прошлое влияет на наше настоящее. Квантовый же уровень – это поле всех возможностей, это возможность формировать новые миры свои в своем сознании. Что это такое? То есть когда у нас освобождается пространство, мы начинаем соответственно мыслить, соответственно воспринимать действительность, мы начинаем обладать способностью создавать собственные миры. и, ну, примером такого творчества, ну, в основном это творчество, да, то есть, например, вот если мы возьмем, ну, великие книги, да, великих писателей, очень часто вот Джоан Роулинг, да, вот она написала Гарри Поттера, да, это целый мир, который она родила в своем сознании, и этот мир, он начал существовать, он начал жить. То же самое «Путешествие Гулливера», да, это совершенно свой осознанный мир, и вот эти миры мы можем создавать в своем сознании, если оно чистое, если оно соединено с высшим «Я». То есть если мы мыслим на уровне собственного «Я», мы всегда обращаемся в прошлое. У нас есть определенный опыт, наше «Я» все знает, все умеет, или что-то прочитала, там, морковка хорошо, лук плохо, да, и вот наше собственное «Я», оно обращается всегда к прошлому. Наше же высшее «Я», если мы научимся соединять себя с высшим «Я», и откроем в себе вот эту осознанность, мы присоединимся к общему квантовому полю. И наше тело – это и есть такой большой передатчик квантовый, в котором есть сознание, и это сознание рождается у нас не в голове, оно приходит к нам как высшая данность, и вот с этим передатчиком и работает «Аюрведа». Если мы спросим себя, какая же самая жирная часть нашего тела, я сегодня просею уже это собрать, то вы с удивлением узнаете, что самая жирная часть нашего тела – это никак не попа и не наши животы, а это головной мозг. Это и есть та субстанция, но вообще наша нервная система – это сплошные жиры, которые изолированы, если мы говорим про нервы. И вообще наша нервная система, если среди нас есть врачи, и вы задумаетесь над тем, что такое нервная система, то вы увидите, что она обладает автономностью и очень хорошо защищена от нашей иммунной системы. И если наша иммунная система, нашу нервную ткань воспринимает как нечто чужеродное, и когда у нас теряется вот этот миелин, вот эта защитная оболочка или наш гематоэнцефалический барьер нарушается, у нас начинаются серьезнейшие проблемы с нашей нервной системой, потому что наша нервная система, по сути, воспринимает то, что не лежит в пределах нашего физического тела. И поэтому в аюрведе используется, ну, как бы и наша нервная система, она, наша нервная система, она питается жирами и углеводами, что, ну, противоречит всем современным диетологическим нормам. То есть когда вы начинаете садиться на диету, вам убирают жиры, убирают углеводы, да, и вы начинаете сидеть на травках, на, ну, каких-то, да, или на белках, или на чем-то таком экстремальном, и когда вы, ну, как бы вы худеете или там получаете какие-то результаты, ну, для нервной системы это колоссальный стресс. И как только вы бросаете эти диетологические, ну, такое насилие над психикой, психика ваша быстро наедает то, ваши нервные системы восполняют запас этих жиров, углевод. И вот аюрведа в своем программах очищения идет как раз при помощи масел и при помощи субстанций, которые очень близки к нервной ткани. И нанесение масла на кожу, которое является частью аюрведической терапии, это тоже влияние не просто промасливания, чтобы отклеить токсины, а чтобы нормализовать работу кожной проводимости, да, кожного восприятия и так далее и тому подобное. Поэтому задумайтесь над этим. Ну, аюрведическая терапия делится принципиально на две части. Первая часть – это тонизирующая терапия. Она очень приятная, она тяжелая, она питательная, и она дающая радость. И облегчающая терапия, она вызывающая недовольство пациента. И вот, к сожалению, начинается все с облегчающей терапии. То есть мы начинаем не с питания, не с насыщения, а с облегчения, то есть с освобождения свободного пространства. Нам нужно свободное пространство, чтобы это сознание, чтобы эта информация, чтобы эта франа где-то двигалась. Если у нас не хватает этого свободного пространства, то мы его получаем. Что же мы делаем? Мы вот эту облегчающую терапию применяем в глобальном таком виде, как панчикарма или глобальное очищение шотга на терапии, и успокаивающая терапия, когда мы успокаиваем какие-то болезненные состояния и при этом принимаем травы, или улучшаем пищеварение, или воздерживаемся от еды, или воздерживаемся от воды, или делаем физические упражнения, или пребываем на ветру, или пребываем на солнце. То есть есть физические голодания, какие-то факторы, которые вызывают облегчение. Или глобальная система панчикарма, которая балансирует состояние пяти первоэлементов, которые мы хотим изучать, и это те пять энергий, которые коверирует наше тело. И вот в программу панчикармы очищение глобального принципиально входит пять процедур. Это клизмы, так называемая басти терапия, очищение носа или наси терапии, когда мы забираемся в наш головной мозг, слабительная терапия, рвота и кровепускание. Это пять основных действий, которые делаются панча в переводе с санскрита. Это пять действий, которые делаются пациентом для глобального очищения организма. Но чтобы провести эти действия, например, даже простое послабление, принять слабительное, просто так это не делается. Нам нужно сначала предварительной терапии. Что включает в себя предварительная терапия? Когда мы уменьшаем количество АМИ, когда мы разжигаем огонь пищеварения. Вот эта предварительная терапия, она длится от одной недели до 6 месяцев. Конечно, когда пациент приходит на консультацию индивидуальную, и у него есть уже конкретное заболевание, мы его максимально долго готовим. Это правильно. И вот хорошие врачи юридические, которые сейчас работают в современном мире, которые взаимодействуют с современным пациентом, они в основном даже на 6 месяцев сразу выписывают диету кичери, которая всеми воспринимается так очень иногда агрессивно. А как же я буду без творога, без молочного? Без этого начинается бесконечное я-я-я-я-я-я. Это разговор с нашим сознанием. И вот от недели до 6 месяцев идет вот это состояние, программа подготовки вашей метаболической способности переваривать токсины и усваивать масло. В наших программах, которые мы будем составлять, этот этап подготовки будет длиться от недели до двух, в зависимости от того, какой уровень метаболизма есть у вас конкретно. То есть кому-то потребуется неделя на подготовку, кому-то потребуется две. Мы будем идти маленькими шагами, не мучительными, не какими-то неистощающими. И поэтому первую неделю нашего детокса, нашей программы, мы будем уделять вот этому состоянию, как называемого, пурва карма, подготовка. На втором этапе панчикармы это еще не все. То есть мы сначала подняли уровень метаболизма, вывели какую-то аму, которая прямо совсем лежит на поверхности, и начали промасливание. Что такое масло? Масло, оно способно проникнуть глубоко в ткани, не только быть в пищеварительном такте, но и залезать в те пространства, в те уголки организма, которые недоступны нам. Вот просто, как мы даже называемые таблетки, то они нам не помогают, а вот травы. И мы начинаем с внутреннего промасления, это называемое внутреннее Снехана. Мы пьем масло. Кто какое масло? В каком количестве? Сколько? Это назначается индивидуально. Как и предварительная терапия, она назначается индивидуально, так и питье масла назначается индивидуально. То есть мы можем пить топленое масло, можем пить льняное масло, мы можем пить медикаментозное масло, в котором уже содержатся травы и так далее и тому подобное. Варианта количества, качества этих масс очень много. И цель – это переместить возбужденные доши при помощи этого масла в пищеварительный тракт. как бы вынуть их из тех щелей, которые есть. После питья масла назначается промасливание внешнее. Вот это так называемое внешнее Снехана, и мы будем обязательно делать наше хотя бы разовое промасливание в салоне, чтобы показать вам, что же такое Снехана на самом деле. И при помощи наружного промасливания не просто масло поступает нам внутрь, оно еще ухаживает за органом кожи. А кожа – это важнейший орган, который связан также с нервной системой. Это наше восприятие, это наша тактильная чувствительность, это наша трансформация, это наш орган детокса. И мы здесь очень активно работаем с кожей и получаем омолаживающий эффект. Это такой бонус панчекармы. И третий этап панчекармы – это основная практика. И как раз человек доходит до того, кому-то мы делаем… Но в основном мы будем делать послабление, мы будем делать носитерапию, и мы будем делать клизмы, потому что это такие доступные, простые методы. Все будут делать в том объеме, в котором позволяет их темп жизни, их психика, их загруженность и так далее и тому подобное. Ну и после того, как мы это сделали, нужно обязательно какое-то время восстановить метаболизм, привести его в норму, потому что питье масла – это достаточно серьезное испытание для организма, даже в маленьких дозах, когда вы пьете масло, это серьезно. И поэтому после питья масла мы опять восстанавливаем метаболизм и занимаемся омоложением. То есть на последнем этапе мы можем вот на это чистое тело и на это чистое сознание мы накладываем уже вещества, которые обладают так называемым рассаянным эффектом. Рассаянные препараты, они поступают непосредственно вместо омоложения. То есть те процедуры, которые вы сделаете после панчекармы, они будут особенно полезны для лица, для кожи, для тела, для сознания, для духа и так далее и тому подобное. Так как прием масла – это тяжелое испытание, пища на время приема масла – это буквально у нас будет неделя. У нас будет достаточно такая усеченная редукционная диета, она будет полностью сбалансирована под вас, но это не так сложно, как кажется, потому что вот Марина сейчас провела две недели на ветрите, в течение которых они вообще не ели никакой пищи, и при этом человек не потерял свои килограммы. Почему? Потому что были духовные практики, и просто отсутствие приема пищи – это не является очищающей терапией, это духовность. Люди развивают таким образом свою осознанность и свою духовность. И наша программа месячная будет включать вот такой мягкий вход, подготовку тела и сознания с определенными манипуляциями, и мы будем обязательно включать цигунходьбу, физические упражнения. Потому что, помните, когда я говорила про облегчающую терапию, которая применяется на начальном этапе, мы обязательно должны включить физические упражнения. И это будут не просто физические упражнения, когда мы машем руками и ногами, это будут осознанные физические упражнения, которые соединены с дыханием. Это будет как лечебная медитация. Поэтому в нашей программе будет два семинара по цигунходьбе обязательных, чтобы вы дальше могли хотя бы в минимальном количестве практиковать это. Кто захочет расширить эту программу, пожалуйста, по ходьбе, кому понравится. Мы открываем группы цигун у нас на Неаполимовском. Они будут проходить по понедельникам с утра, по пятницам вечера. Будут мини-группы по два, по три человека. Пожалуйста, кто хочет отдельно заниматься цигун, будет такая возможность дополнительная. Потом будет внутри этой программы мини-панчикарма и выход из этой панчикармы, усиление огня пищеварения и омолаживающий комплекс. Мы попробуем на практике все эти элементы. Как не знаю, сезон меридиана почек, информации много будет по очищению этой системы, детоксу. И много будет информации, связанной с таким жизненно важным органом и меридианом. Это меридиан почек, который отвечает за нашу наследственную энергию. И вот этой информации будет много. Мы будем заниматься онлайн, мы будем заниматься очно на ходьбе, мы будем делать промасливание, мы будем пить масло, мы будем пить лечебные травы, заниматься фитотерапией, заниматься омоложением. Вот такая программа нас ждет впереди в сентябре. Я готова сейчас ответить на ваши вопросы. Если что-то я упустила, то, пожалуйста, задайте ваши вопросы, если что-то непонятно. Еще раз хочу подытожить, что аюрведы – это духовное целительство. И духовность – это не значит, что вы становитесь каким-то суперблагостным или супердобрым. А духовность – это то, что сохраняет нашу психику в балансе, когда мы осознаем реалии нашего мира, нашей действительности. И мы в любом состоянии, что бы ни происходило, мы можем держать вот эту ровную линию. Мы можем не впадать в панику, мы можем не впадать в депрессию, мы можем не впадать ни в какие состояния, которые нас травмируют. Вот к этому и подготавливает нас аюрведы, и повышает нашу осознанность. И мы потихоньку-потихоньку выходим на квантовый уровень. И когда мы выходим на квантовый уровень, мы присоединяемся к полю всех возможностей, и наши творческие возможности максимально увеличиваются. На этом я передаю слово Марине. Марин, если есть вопросы, которые остались, пожалуйста, задайте. Или мы их обсудим. Можно после эфира обсудить это в личных сообщениях, если они будут. Хорошо, тогда перейдем с вами ко второй части нашего сегодняшнего занятия. Сегодня будем делать такую очень интенсивную, хорошую практику. Цигун – это тихая практика. И данная практика, она ориентирована на омоложение. Это очень такое эффективное, серьезное упражнение. В китайской медицине выделяют несколько уровней или донтьяний. И вот мы сегодня с вами будем работать с нижним донтьянем. Нижний донтьянь, он находится чуть ниже попка, в центре живота. И так как нижний донтьянь, здесь у нас очень активно также задействованы и почки. Соответственно, работая с этой составляющей энергетической, мы также запускаем и хорошо включаем в работу функции почек. Упражнение называется янцы или преобразование энергии. И мы это упражнение будем делать, практиковать в течение нашей программы. Сегодня вы с ним познакомитесь, попробуете это упражнение. На самом деле оно очень эффективное, и его активно практикуют на Востоке, в монастырях. Считается, что если вы знаете, ну как бы вот у вас хорошо наработано это упражнение, и вы его выполняете, то в принципе, можно сказать, даже больше никаких практик не надо делать. Поэтому, если оно вам понравится, вы его полюбите, почувствуете, его можно делать постоянно. И оно будет иметь такой очень хороший для вас оздоровительный, омолаживающий эффект. Про это упражнение очень много можно рассказывать. Приходите на занятия по ЦИГУН, там как бы более подробная информация. Но в целом, во-первых, какие функции у этого упражнения? Во-первых, оно очень хорошо работает с нашим гормональным фоном. То есть, когда мы выполняем это упражнение, мы преобразовываем грубую энергию, которая находится у нас в организме. Например, мы покушали, и к нам поступила в организм энергия. Эта энергия называется дзин. И вот, выполняя это упражнение, мы с вами преобразуем энергию в более высокую энергию. Далее идет очень активный процесс выработки гормонов. Так как это упражнение, при его выполнении у нас мы стараемся активно задействовать зону шишковидной железы, то, соответственно, здесь вот эти процессы очень хорошо включаются. И цигун, который мы с вами будем практиковать, это тихий цигун. То есть, здесь нет никаких динамических упражнений активных. Это тихая сидячая практика. Обязательно должен быть прямой позвоночник. То есть, вы можете выполнять эту практику либо в положении сидя прямо, либо в положении лежа. Ну, вот сегодня можете попробовать просто лечь, расслабиться, сейчас занять удобное положение, комфортное для себя. И можно положить руки вдоль туловища, ладонями вниз. Если хочется, можно просто сесть где-то на стул, либо на диван, вот как я на диване сижу. Обязательно условие должно быть с прямой спиной. Если вы едете за рулем, я знаю, сейчас Ольга Сергеевна у нас поедет за рулем. То есть, во время вождения это упражнение лучше не делать. Когда необходима какая-то концентрация внимания. То есть, есть ряд моментов, когда это упражнение, оно как бы, ну, не надо его делать, оно противопоказано. Поэтому постарайтесь сейчас уединиться, занять такое свободное положение, комфортное для себя. При этом, чтобы вас в этот период времени никто не беспокоил. И мы будем знакомиться с этим упражнением. Попробуйте его сейчас прочувствовать. Какое еще положение тела должно быть? Значит, позвоночник у нас должен быть ровный, макушка тянется вверх. Если вы лежите, то в положении лежа. И мы с вами кладем наши ладони. Мы кладем их на пупок. У нас в центре ладони, вот здесь вот находятся так называемые точки лагуна, или дворцы труда. То есть, их в принципе можно легко найти, если мы согнем вот пальчики таким образом. Вот здесь, в самой серединке, можете нащупать, как раз вот находятся эти точки лагуна. Ну, а так можно представлять вот такой вот ореол по центру ладони. И мы кладем одна ладонь на другую, чтобы у вас эти точки лагуна не соприкасались. И рукой, которая будет у вас прикасаться к пупку, вы прикасаетесь именно вот этой вот точкой лагуна. Значит, женщины, у женщин правая рука снизу, ладонь левая сверху. У мужчин наоборот. То есть, левая рука снизу, правая сверху. И пальчики должны быть вот в таком вот замке. То есть, ну, вот так вот должен быть замок. То есть, палец на палец находит. И, например, если женщины, да, правая рука у нас снизу, левая сверху, то палец левой руки, он как бы во внутрь ладони уходит. Кладем ладони на пупок. И сейчас мы попробуем выполнять это упражнение. Занимайте удобное для себя положение. Можно даже свет слегка приглушить. Самое главное, чтобы было состояние комфортное и вас ничего не отвлекало. Прикрываем глаза. Стараемся максимально расслабиться. И следуем за моим голосом. Расслабьте голову. Расслабьте шею. Позвоночник. Расслабьте ноги. Расслабьте руки. Кладем руки на пупок. Все тело мягкое, расслабленное. И фокус внимания отправляем в центр живота, под ладонь. Сначала давайте почувствуем тепло под руками. Просто каждый раз внимание отправляем в нижний донтьянь, под ладони. И начинаем чувствовать тепло под руками. Все тело максимально расслаблено. Дыхание ровное, спокойное, неглубокое. С каждым выдохом все больше и больше расслабляем тело. Все ощущения под нашими ладонями, ощущаем тепло. Продолжение следует... Продолжение следует... Чувствуем, как под руками становится всё теплее и теплее, ощущения всё более интенсивные. Если в момент выполнения упражнения у вас появляются какие-то мысли, беспокойства, вы просто наблюдаете за ними и в этот момент отправляете своё внимание в центр живота, под ладоней и стараетесь прочувствовать тепло. Приключайтесь. Мы сильно долго не фокусируемся, ощущаем тепло, кажется есть, кажется нет. Приключайтесь. Приключайтесь. Стараемся почувствовать тепло под руками. Теперь из зоны щежковидной железы смотрим в нижний дань-янь и видим там красный шар. Включаем наше образное мышление. И запускаем визуализацию. Когда мы активируем щежковидную железу, наша фронтальная часть отключается и появляется спокойствие. Мы входим в состояние тишины и спокойствия. Смотрим из зоны щежковидной железы в нижнем дань-янь, внизу живота, красный шар и чувствуем его тепло. Смотрим и чувствуем красный горячий шар. Спасибо. 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 Смотрим красный горячий шар. фокус внимание в центр живота и нижней потяти. Продолжение следует... 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 И, как я уже говорила, данное упражнение имеет не только оздоровительные цели, но это также и упражнение, которое помогает, одно из упражнений в цыгун, которое помогает набирать энергию и преобразовывать ее энергию. Как говорит мастер, вот Нижний Донтьянь, там у нас находятся океанцы. И вот работая с этой энергией, преобразуя ее, мы, во-первых, налаживаем очень хорошо наш гормональный фон. Если есть какие-то проблемы, почему оно называется омолаживающим это упражнение, возвращает это упражнение гормональный уровень в состояние, естественно, когда мы находимся в молодом возрасте. То есть если человек достаточно уже преклонного возраста, там после 50, после 60 лет, там идут уже гормональные перестройки, идет возврат. И у нас в практике очень много таких случаев было, когда, например, там мужчина делает обследование, ему 70 или 80 лет, а у него полностью уровень гормональный такой же, как у 30-летнего молодого мужчины. Или, например, женщины, которые там начинают практиковать после 60 лет, и у них внезапно начинаются месячные. То есть вот такие чудеса случаются, но здесь нужна интенсивная практика, надо правильно выполнять упражнения. И у всех, конечно, свои индивидуальные результаты, каждый идет как бы вот своими такими шагами. Как вот сегодня говорила Ольга Сергеевна, программа, да, она рассчитана, как бы общая групповая программа, но тем не менее мы идем в своем индивидуальном темпе, индивидуальном формате. Наверное, на сегодня с вами. Марина, а можно вопрос? Можно вопрос по практике? Вот смотрите, если начинать ее практиковать, я поняла, там 20-30 минут в день, это должна быть ежедневная практика, и в течение какого времени минимально можно набрать? Наработать, наработать, ну вот как бы если ее начинать, на сколько дней начинать, ну вот поставить себе какой-то план, да. И второй вопрос, нужна ли вот для таких практик какая-то инициация с точки зрения, ну вот мы послушали технику, да, но когда вот идет передача информации от живого человека к живому, вот имеет ли разницу, вот есть ли смысл получить какое-то очное занятие? Спасибо. Да, по поводу времени, то есть опять же, период наработки этого упражнения, он у всех разный, есть еще дополнительные упражнения, которые помогают нам нарабатывать наш нижний донтянь. Ну вообще в целом у нас любимая цифра 108, если хочется наработать, то вот 108 дней, и там уже как бы будет такой желаемый результат. Может быть и раньше, опять же, все здесь индивидуально. Далее по времени, ну желательно, чтобы ее делать не 10, не 20 минут, да, 30 минут и больше, вы когда начнете выполнять это упражнение, вы потом почувствуете. И, конечно, вот цигун в начале, в начале пути его легче делать в группе. Онлайн очень хорошо работает, и вот за эти годы пандемии, когда все произошло, показало, у нас как раз перешли мы на онлайн формат, у нас много занятий, и работает так же, как и в живую, когда мы встречаемся. Ну, конечно, живой формат, это просто надо почувствовать, сравнить, оно как бы, ну, ни с чем не сравнится. Все равно живой он намного комфортнее и приятнее, и хорошо занятие в группе. Еще такой важный момент. Когда вы занимаетесь самостоятельно, то есть практика, она не будет настолько интенсивной. Даже, например, вот мы сегодня попробовали, я думаю, здесь люди очень чувствительные, сенситивные, и вы уже прочувствовали, может быть, даже кто-то и увидел этот красный шар. Когда вы начинаете заниматься индивидуально, это все намного сложнее, поэтому с инструктором и в группе первоначально заниматься намного как бы легче. И у нас предполагается, конечно, лучше, чтобы, если вы хотите более глубоко погрузиться в ЦИГУН, у нас есть несколько ступеней, и лучше первоначально пройти семинар по первой ступени, как раз вот, как Ольга Сергеевна говорит, получить инициацию и уже потом, ну, выполнять все эти упражнения дома индивидуально, потому что на самом деле что-то мы в рамках программы здесь с вами захватываем, то есть какие-то отдельные основные моменты мы будем изучать, но более глубоко здесь лучше пройти специальное обучение в таком формате. А так вообще просто выполнять это упражнение, оно у меня вообще одно из любимых упражнений, я его практикую везде, там, книжку читаю, практикую, то есть его можно, ну, как говорят, ЦИГУН 24 часа в сутки, можно практиковать, когда читаете, смотрите что-то, там, делаете на работе, сидите на работе, включили, туда внимание отправили, запустили и занимаетесь своими делами. Ночью спать ложимся, руки на пупок положили. Китайцы, они вообще закрывают пупок, и у них очень такое сакральное значение придается пупку, потом, попозже, на следующих занятиях расскажу про него. Вот, и они прикрывают пупок всегда, поэтому спать ложимся, руки на пупок положили, в сон ушли, и в то время, как вы спите, у вас идет наработка этого шарика. То есть здесь можно по-разному модифицировать и адаптироваться. Самое главное, чтобы было желание. Вот так вот. Еще какие-то вопросы? Спасибо, Марин. Я думаю, что мы запишем, да, выложим запись этой нашей сегодняшней встречи, и чтобы все могли прослушать. Спасибо огромное. Всем хорошего вечера. Наслаждайтесь луной, она прекрасна сегодня. Да, и всех ждем к нам на программу. Все, да, будем заканчивать? Доброго вечера. Доброго вечера. Продолжение следует...